В Кустанайской области продолжается реализация ряда проектов по изучению государственного языка. В городе, как и в районах, продолжают пользоваться популярностью разговорные клубы. Один из действующих – Суэле. Пройти курс изучения государственного языка может любой желающий. Это для участников еще и возможность стать участником программы нашего телеканала «Время говорить». С новичками и знатоками языка встретилась Анель Пимичева. Соединить несколько слов и составить предложение для Анны Арефьевой теперь не проблема. Девушка изучает государственный язык со школьной скамьи. Она признается, что раньше большое внимание уделяла грамантике. Сейчас ставит цель выучить разговорную речь. Для этого она посещает языковой клуб Суэле и является постоянным участником программы «Время говорить». В клубе Суэле мы переводим стихотворения и песни с казахского на русский, с русского на казахский. Также мы ведем диалоги с другими участниками. Я набираюсь опыта от более продвинутых учеников, узнаю какие-то новые слова. Я решила изучать казахский язык, потому что он жизненно необходим для проживания в Казахстане, для дальнейшей учебы, работы и просто для поседневности. Также я решила изучать казахский, потому что он, по сути, везде – на вывесках в магазине, в быту, в каких-то документах. Языковой клуб Суэле посещают не только молодежь города, но и представители старшего поколения. Формат занятий разнообразный – аудирование, изучение грамматики и пополнение словарного запаса. Большой упор делается на изучение культуры и литературы. К примеру, Утигин Кужикиев благодаря урокам нашел себя в переводе произведений казахской литературы. Степи пустыни станут садами, а люди на звездах далеких гостями. Лукавства, насилия не найдут применения, ибо на смену им придет народосердец единения. Мне пришла идея переводить стихи казахского поэта Муколиба Макатаева, потому что этот поэт очень космического масштаба, и он трудно понимаем, потому что его мысли, идеи очень глубокие и философские. Галина Пенкина – ученица средней школы номер 20 города Костанай. В школе с государственным языком обучения, куда ее отдала бабушка. Она – с первого класса. Благодаря среде, в которой находится девушка, изучать язык несложно. Я начала с детства изучать государственный язык, точнее, со школы. Вот моя бабушка дала меня в казахскую школу, так как мы живем в Казахстане и должны знать свой государственный язык. В принципе, в казахской школе учиться не так сложно. Бывают некоторые трудности, но их можно преодолеть. Мне нравится изучать традиции казахского народа, потому что для меня так проще учить казахский язык. Областная ассамблея народа Казахстана также вносит свой вклад в развитие государственного языка. Здесь проводят ежегодные акции, форумы и обучение по ситуативному казахскому мемли. В текущем году именно по языковой политике у нас проводились следующие мероприятия. В принципе, они ежегодные мероприятия. Это как мемли, ситуативный казахстан, преподавателем которого является у нас Дмитрий Ромашенко, где слушателями являются все желающие изучить государственный язык, то есть без ограничения именно по возрастной категории. Один из новейших как раз таки проектов в этом году у нас прошел такой семимесячный проект «Мемлики тэк тэльги жи тэк хадам». Он как раз таки был у нас направлен на категорию именно учащихся из самых отдаленных населенных пунктов нашей Кустанайской области. Языковеды повторяют, что для изучения государственного языка следует постоянно пополнять словарный запас, изучать правила грамматики. А чтобы погрузиться в языковую среду и легко выучить язык, смотрите программу «Время говорить» в среду 18.20 на телеканале Кустанай. Анель Пимичева, Алексей Руденко, телеканал Кустанай.